здравствуйте друзья спрашивают молодой человек видимо только что университет закончил я даже не знаю откуда такой вопрос мог возникнуть но он спрашивает вот в российской федерации так он обобщенно рассказывается после окончания университетов вот молодняк значит там не работает по профессии и это все только у нас так спрашивается или вообще всюду так я думаю что это сильно зависит от профессии раз и это сильно зависит от того как человек учился по этой профессии то есть даже даже вот в условиях например там не очень хорошей экономики ну скажем так отраслевой экономики допустим я не знаю в индустрии самолетостроения нет какого-то большого там подъема да или так скажем неважно что-то для примера это не значит что вообще никого не берут на работу кого-то берут даже таких обстоятельствах может быть не самых благоприятных поэтому важно кто ты но конечно если упадок в чем-то и ты хочешь там найти работу это не то же самое что подъем понимаете поэтому есть работа ну как бы работа или там small business который всегда есть ты всегда можешь пойти там страхование ты всегда можешь пойти в real estate ты всегда можешь пойти продавать автомобили если хочешь всегда можно там развозить пиццу это не так как бы не очень подходящая работа для выпускника университета в принципе то есть как бы там на жизнь заработать можно в соединенных штатах многие выпускники университетов не работают не только по специальности полученные университете но и не работают на такой работе которая вообще требует высшего образования вот как я там перечислял да там скажем и риэлтору не то чтобы там нужно было высшее образование страха страховому агенту не не обязательно нужно хотя неплохо кто говорит что плохо и уши там машины продавать или там пиццу развозить тоже не обязательно но совсем не обязательно но тем не менее много людей с образованием именно этим занимаются в силу разных причин занимаются спокойнее так или как бы у них нет таких как-то амбициозных планов там нормально там все есть такие дауншифтеры такие много таких много что касается университетов и всех выпускников там под нож даже я не знаю я думаю что независимо от того в какой стране это происходит хотя мы понимаем что экономически например вот сегодня в россии не самый лучший такой период до переживается то есть может быть пару лет назад было бы намного легче но найти работу выпускников но в значительной степени все упирается в то что молодые люди и самое для меня вот неожиданно их родители когда речь заходит о выборе учебного заведения о выборе профессии они как дети малые и оптимизируют вот на уровне там я не знаю там двух недель или может быть там одного семестра и вот они идут в эти университеты им говорят какие-то глупости люди которые их туда ну как бы я не хочу сказать заманивают но которые не говорят им правду о том что будет дальше они может быть даже не то что специально обманывают они может быть искренне верят в то что они говорят хотя никакого отношения к индустрии они не имеют они вот учебных заведениях там вообще как бы сказать университетская среда она как бы не только далека от жизни практической она гордится тем что далека от жизни практически понимаете это как бы фишка особая они могут себе позволить не не быть привязанными вот-вот к сиюминутному к будничному там и так далее поэтому они они не знают ничего про работу вот но конечно им хочется чтобы были студенты конечно им хочется чтобы процесс продолжался и так далее но это же все-таки образование является таким же товаром как любой другой товар вот если вы купите например я не знаю там удлинитель для какого-то прибора своего там сетевой а дальше вы мне пользовались ну например не пользуюсь или он оказался слишком коротким что такое произошло вы можете пойти обменять можете не обменять он так будет лежать там еще чего-то мы мы постоянно в жизни делаем какие-то приобретения которые не имели особого смысла и я думаю что любой вот из тех кто нас сейчас слушает скажет ну конечно да бывает чуть купишь там чуть не то тут не подумал там на интернете не почитал иногда смотришь там какой-нибудь уж такое кидалово и люди попадаются думают а как же ты попался вот ты же вот забей в гугле и вот там первые 10 это о том как кидали у нас постоянно когда какие-то предложения приходят там по имейлу бывает что такое интересное мелькнет или там по почте и мы спрашиваем себя это развод или это что-то адекватное раз на google две кнопки нажал и и все понятно но при всей легкости казалось бы вот этого всего все равно кто-то попадается на эти дела я на самом деле у нас на канале получаю письма постоянно вот как кого-то развили и я думаю боже как же это могло произойти вот я думаю а это что иду туда смотрю там как как могло это произойти вот такой-то жулик но подожди но он жулик но но ты чего у тебя что это блокировка там стоит на google зайти не мог поэтому мы делаем часто покупки которые не имеют никакого смысла разница принципиальная в том что образованием это очень дорогая покупка даже не обязательно в смысле денег которые вы заплатили за эту покупку авто может быть вас бесплатно даже учили но речь идет о деньгах которые вы должны заплатить в том смысле что это скажем 45 лет вместо того чтобы работать и там продвигаться и что-то строить своей жизни в это время ходили и ничего такого не сделали вот учились 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 когда доучились поняли что они тому учились пошли не знаю чего делать или работать там на пиццу или там может быть еще учиться в наше время вот когда советской учился я закончил два университета там по связи и по математике и на меня смотрели как на сумасшедшего то есть это зачем человек два образования два то зачем но уже есть одно и так посмотрели вот а сейчас пожалуйста вот с кем не поговоришь там два образования норма почему норма потому что с одного у него не в нем не получилось добиться того чего он думал все добьется ну там дальше идете могут вот и что вот мби ей надо получать он идет обе и получать может быть его и бей ничего не даст одному то с другому не даст поэтому что что скажешь значит надо соображать до а не после вот я бы так сказал здесь тоже есть профессии по которым ты можешь учиться и работы практически у тебя не будет есть профессии очень как казалось бы в обществе престижные по которым ты можешь учиться на работу тебя нормально не будет например ты можешь учиться на юриста до получать по юриспруденции образование но если это не один из достаточно топовых университетов больше того если ты в нем еще и не был хорошим очень хорошим студентом то ты вообще работ не найдешь если только там бывает папа там приведет куда-то или там дать бывает бизнесе у родителей друзей я имею ввиду на рынке не найдешь а что делают эти люди ну либо они какую-то свою практику начинают там вот не знаю по разводам по миграционному законодательству есть есть какие-то области законодательства где легче начать свою практику нежели например вот я не знаю там корпоративное законодательство там там самому просто не подкатиться вот то есть надо уже как-то чтоб тебя ввели в бизнес так вот вот так или идут в нон-профиты вот есть такие нон-профиты где там за не знаю там за 20 тысяч за 25 тысяч за 30 тысяч работают люди в том числе адвокаты например и что-то такое там за три копеечки помогают людям но они не зарабатывать то есть казалось бы получение адвокатской степени да тебе гарантирует успех материальные тогда нет нет смотря где учился смотря чего безусловно где бы ты не учился у тебя есть шанс выбиться если ты пробивной по жизни и ты вот как бы можешь но это уже кто же это ж таких мало таких людей очень мало поэтому но они есть они так что надо знать себя и свои возможности и дальше что-то планировать всегда знаете как то есть русский человек задним умом крепок так задним умом конечно задним то вот а переднем и вот в это все упирается я бы не шел дальше этого потому что есть еще много много факторов есть много много факторов но я думаю что главное здесь составит в том что когда человек принимает вот такое решение он не думает а что я могу дать миру какие у меня таланты в каком направлении развиваться да а что я могу получить от этого мира вот я хочу престижную в каком смысле престижный кто-то его сказал что она престижная вот она престижная он хочет престижный он хочет вот получать 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 так не бывает так не получишь ничего я могу сказать что когда мы жили в советском союзе абсолютно ничем положение молодых людей не отличалась с точки зрения выбора профессии от того что сегодня происходит единственная разница фундаментальная была в том что нас таки распределяли куда-то на работу это не значит что вы на этой работе будете счастливы вас могли в такое место распределить что только и думаешь как бы уже три года доработать и смыться куда-нибудь вот но во всяком случае не было проблемы такой что ты закончил работы нет абсолютно всех куда-то распределяли вот я в институте связи учился на факультете автоматической электросвязи из факультета автоматической электросвязи там я не знаю 90 процентов людей шли на эксплуатацию а эксплуатация в нашем деле это телефонные станции и телефонная станция это не такое место где вообще вот нужен инженер в том смысле вот как скажем в америке понимается инженер то есть разработчик человек который дизайны делает там что-то так создает технишены нас и учили там такими технишенами программа была серьезная конечно технишен они не знают там серьезных таких вещей как изучают там институте связи но изучают это одно значит по программе а там дальше чего вот там там были очень серьезные дисциплины там электродинамика и там теория там нелинейной передачи сигналов там и всякие шифровки кодировки там там много чего было в основном сводилось к тому чтобы там человек мог работать на эксплуатации на телефонные станции и это его надо было это мучить когда он попадал на телефонную станцию тоже он не то что из института связи он выходил и мог пойти эксплуатировать телефонную станцию нет так вот но хотя бы такая работа была остальные шли вот там но было сколько-то не было сколько-то конструкторских бюро вот все а еще на стройку люди попадали были строительные организации которые строили телефонные станции соответственно там нужно одни строили другие монтажом оборудования занимались 3 налаживали это оборудование вот эти которые наладчики были это такая была элита вот они от них много чего зависело там сдача срок они там это были очень интересные ребята ну вот 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 все вот весь выбор поэтому не нужно было два раза учиться потому что какая-то работа была то есть ты можешь еще куда-то пойти ему еще где-то поучиться но ты не получишь за это больше денег ты не получишь ничего такого чего у тебя сейчас нет разве что может быть более интересную работу какую-то но я даже не знаю учиться из-за этого несколько лет так так и жили и я например попал в институт связи не потому что я мечтал быть связистом абсолютно даже мысли не было я хотел быть математиком и я учился в физмат школе почему я хотел быть математиком не могу сказать но вот хотел а до этого я хотел быть географом так класса до 8 включительно я хотел изучать географию и еще не увлекался там до олимпиадах призы получал грамоты там по географии начиная вот с пятого класса между пятого пятым и восьмым а дальше уже в девятом я оказался физмат школе больше от того что меня брат привел но мне захотелось тоже так брат на мехмате МГУ учился привел меня физмат школу хорошую пошел там будучи на мехмате познакомился с ребятами из хороших физмат школ и вот так получилось но когда уже ты заканчиваешь и тебе 17 лет и серьезно стоит вопрос или ты сейчас значит отправишься в армию и мне этого не хотелось честно хотя отец например мой он военный он считал что мне бы там было хорошо ты ведь такого плана парень что тебе в армии было бы хорошо но я не знаю уже что теперь поздно говорить но во всяком случае в армии мне точно не хотел такой мальчик физмат школьник такой ходил в армию в общем них не чувствовался армейским сейчас уже понимаю что может быть было бы неплохо но уже что теперь и вот если связь почему есть тут связи там слух был вы точно не знали но вот говорили что там евреев не сыпят при поступлении потому что в подавляющем большинстве московских вузов вот сколько их было просто сыпали все и нельзя было поступить это значит отправиться в армию это то же самое и и все и вот и вот выбираешь значит поэтому я вот интер связистом так другое дело что когда тебе 17 лет когда ты ну как бы предрасположен к умственному труду и творческого и и ты учишься и учишься интересно в принципе вещам я считаю что вот электроника вот электрико инжиниринг то что здесь называют это очень увлекательные вещи потрясающие и связь сама совершенно потрясающего насколько сейчас это развитая и такая престижная отрасль вот настолько тогда она была забита тогда связь этого что я не знаю там на последнем месте было и вот может поэтому евреев и принимали как-то пытались приподнять что-то я не знаю не до дискриминации было в общем лишь как устраивать 100 лет такие места пролезают вот я пролез в такое место и ну и потом как бы я вполне даскать стал себя чувствовать связистом нормально и в дизайне работал уже там в кб и там делал цифровые дизайны мне очень нравилось и это собственно предопределила мой склад таскать ума на остаток жизни то есть очень сильное влияние оказывает то есть на меня физмат школа не оказала такого сильного влияния как например там институт связи к теме вложили в голову не знаю я правда хорошо учился я за пять лет ни одной четверки не получил я очень хорошо учился и возвращаемся к сегодняшнему дню значит конечно молодые люди там 17 лет а что он знает о жизни ну правда родители его могут быть совершенно потерянными тоже поколение 90-х то есть они может быть тоже потерянные тоже ничего не понимают жизни и они не могут его посоветовать ой господи ну что делать я не вижу в этом большой трагедии потому что в принципе человек получил образование ну соответственно у него есть как бы такая точка в жизни где он должен определиться с тем чем он будет дальше заниматься он может выполнять какую-то работу какая есть и думать о том чтобы его реально хотелось то есть он как бы уже от отботрачил определенный пускать это в своей жизни также может думать а реально чего я хочу я уже немножко соображаю и может быть у меня девушка есть уже какие-то мысли возникают о каких-то обязательств будущих и необходимости зарабатывать и так далее так далее может быть он бизнес начнет может быть он ну как-то осмыслит переосмыслит и так далее то есть по большому счету трагедии здесь особо и нет ни в америке не в россии не в китае нигде человек получил образование это очень здорово если он не справку получил а вот именно образование получил это очень здорово начнем мозг развился особенно я считаю мозги развиваются гуманитарными науками там языки математика неплохо тоже конечно кто говорит вот философия изумительно для развития мозгов опять если он если он развивал свои мозги изучая философию они просто там что-то зазубривал там и за деньги сдавал экзамены получал отметки проходил дальше я между реально образование поэтому все не так трагично и все не так плохо безусловно когда ты пять лет движешься к чему-то и там четыре сколько лет и потом ты говоришь как же так говоришь ты а где же то на что я рассчитывал до его нет его никогда там не было это просто рассчитывал на то чего не было ну и вся разница так нормально все путем вот с учетом того что все живы все здоровы все пути дороги в общем-то открыты а если не получилось чего-то только не страшно разве все должно в жизни обязательно получаться так как как ты запланировал что нет меняется на ходу и до поступления в учебное заведение высшее и после окончания и в моем возрасте вот я там допустим в трое старше выпускника там университета среднего вечера и тоже все время что-то меняется где не хочу сказать каждый день но так гораздо чаще чем допустим ожидаешь назовем вот так у нас парковочка занята наверно студент много приехали так да в общем я надеюсь что мне удалось так поговорить на тему и еще раз я хочу сказать что соединенные штаты если мы говорим о каких-то профессиях мало в данном случае отличаются от того что молодой человек увидел в россии значит если у вас работа будет по бизнесу по респруденции там по я не знаю там международным отношениям вот такое чем-нибудь там закончите я как бы сильно сомневаюсь что у вас будет работа по профессии если только у вас нет каких-то вот особых обстоятельств которые вне рыночных вас на эту профессию значит пристроит такое мое впечатление все ребята счастливо я приехал такая маленькая машинка стоит слева крохотная но совершенно так и она не 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 уместилась свои полосочки смыть вылезала все ребят , 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 Продолжение следует...